ребятушки всем привет добро пожаловать на канал в эфире с вами хотавыч эта рубрика бесплатные обзоры сегодня у меня в гостях 17 саперный батальон 3 боевой рейтинг этот отряд также был введен на время в продажу и он немножко уникальный чем же он уникальный сразу перейдем к оружию оружие здесь следующая это польская самозарядная винтовка которая разработана в тридцать четвертом году которая имела дульный тормоз компенсатор для смягчения отдачи 10 зарядный магазин и прицел с разметкой на два километра конструкция винтовки состояла из нескольких секций и могла быть быстро разобрана перезаряжается данное чудо за 5 секунд ну чуть чуть больше почему потому что здесь две обоймы заряжает он по две обоймы вот калибр 792 урон 14 с половиной практически начальная скорость пули 750 темп стрельбы 350 время перезарядки 5 секунд вертикальная отдача 97 90 мать его 7 а где же у нас дульный тормоз то где это что ли да это дульный тормоз такой ребята если это дульный тормоз то я тогда санта клаус нет нет испанский летчик испанский летчик короче короче дело к ночь по способностям по дефолту мы имеем 4 звезды 13 17 16 покупаем один уровень и имеем 1923 12 плохо это хорошо ну я бы вот сюда бы докинул бы наверно докинул бы потому что ну как без без этого вот вот пускай будет вот так вот а также будет пускай вот так вот и и вот так вот хочу вот так вот вот отлично это я уберу я этим не пользуюсь мне этот перк не нужен можете поругать меня наверно как-то так хаттабыч это на ужный перк это самый нужный перк а я скажу нахер он перса перезарядка поставлю пока вот так вот и наверное все таки вот вот так пускай так будет так и оставлю это меня устроит в принципе вот что ж по внешнему виду бойцы имеют такую знаете светло-серую форму которая не меняется от карты карте что у нормандии что в тунисе один черт просто просто один черт везде все так ну теперь пойдемте наверное в бой и будем нет подождите мы пойдем не в бой мы пойдем на полигон да мы пойдем на полигон прибыли тоже никакой клей никаких клеем тут нет ничего не видно прицельные всякие приколюхи очень знаете похоже на вальтер а-115 у радистов прицел или на мг-13 тоже похоже напоминает там встаньте я на вас посмотрю такие пацаны так а что по темным всяким пола ну в ангаре так в полигоне тогда одно а вот в бою совсем другое будет постреляем как юбиле он ведь видели да как и уносит дульный тормоз работает дульный тормоз работает да 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 в основном приляжем постреляем так ну поменьше тип уносит поменьше что же может он построить то же самое что и советские инженеры зенитка вай пока ты добежишь строит быстро ну потому что там стоит соответствующий перк давай сюда и мг-34 ну вот так вот мг-шка посмотрели поменяли бойца нет стрелять тут надо амка перезарядка нужен перк на перезарядку ну реально реально 5 секунд там но мне кажется много можете дохрена хочу может быть я дохрена хочу вы все видели но так понятное дело никто не будет но это глупо так стрелять надо как-то контролировать и как-то более прицельно но в общем вы умные у меня вы все знаете и без меня пойдемте в бой и так выпала честь сражаться на тракторном заводе оборонять свои радио точки но первым делом нужно поставить естественно точку доступа нужно это где-то поставить примерно 52 метра дает ряд ты в зараза такая ладно поставлю посерединке где-нибудь вот здесь пускай вот здесь будет и туда можно побежать и туда можно побежать защитим ее от случайных осколков от серьезных взрывов не защитит конечно но от шальных пули от шальных осколков может помочь здесь смотрю к никого нету но тут по ходу дела уже тут бойцы советские бойцы не смотрят а я уже один остался прекрасно ёпт макарек тот же бой это та же карта мы немного проигрываем ну наверно такова судьба в этом бою у нас продолжаю обозревать немецких инженеров новый отряд который ввели буквально на время продажу так свои тут бегают вообще тракторный завод такая всегда не разбериха постоянно тут мало серых зон вообще как бы ни хера себе серых зон мало и враги могут появиться вообще отовсюду практически отовсюду там какой-то пулеметчик что ли стоял на сзади ну так тракторный завод все тот же все злосчастный тракторный завод на получи патроны он они со всех сторон еще говорю угадаешь тут со всех сторон реально тут 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 вот такие вот дела ребятки пу 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 от бога. Обозреватель от бога. Потабыч. Зараза. Ну, такие вот сильные, сильные игроки попались сегодня. За советскую сторону. Будто бы... Где ж ты можешь быть-то, а? 300 подкрепов осталось у них буквально чуть-чуть, но в принципе это может... Могут они. Очень сложно дается победа. И очень редко я в этом бою играю этим отрядом. Видимо, сегодня не мой день. Может быть, еще что-нибудь. Не знаю. В общем, как-то все печально, все грустно, тяжело и натушно идет. Вот. Но я не унываю, потому что в конце концов можно... Можно ведь еще записать. Ёб твою мать, блядь! Положись ты, ёб! Пиздец! Ну, в этот раз все серьезно, ребята, понимаете? Пятый боевой, Берлин. Или четвертый. Скорее всего, четвертый. Все очень жестко будет, я подозреваю. Да, строй, помогай. Погнали. Там надо проходы заминировать. Это мало ли что. А, бляха-муха. Вот так вот, блядь. Это Берлинус. Ну вот ты, ё-моё. Вот это повезло. Вот это повезло. Да, блядь. Так. Там стоит точка. На. Да попади, блядь, с него. Где-то здесь. Ох, и жаркие бои тут в этом Берлине. На постой. Надо к ней пробраться и уничтожить ее. Она здесь. И пиздец. Давайте, я предлагаю посмотреть на весь этот цирк просто молча. Второй бой подряд. Да, да. Да. Да, блядь, переключись ты на него. Да. Да. Как в этой черноте хоть кого-нибудь разглядеть? Ну ладно, можно. Можно кого-то разглядеть. И они все. Впишись. декольт с пистолетом побегаю да тут и 5 3 короче кого тут только нету на обороне с пистолетом пистолет пистолет о бог инлистов пошли мне команду противников идиотов дай мне записать обзор какой-нибудь красивый хороший чтобы зрителям моим приятно было смотреть да не ну ну а как еще записать хороший обзор на какой-нибудь отряд нужны противники должны быть идиоты должны быть слепые и одни боты тогда обзор получится красивый хороший и потенциальный покупатель появится на данный отряд хотя не появится их скоро выведут из продажи обзор появится позже сначала мы построим точку рака потом построим пулемет вставай ну и что-то там у нас а так вот нет команда не идиоты дам там танк молодец красавчик и вычислил меня по трассером живых почти никого не осталось только я в одном экземпляре из четырех из четырех хера не видать ни херу не видать но там это да танки едут Танк, точнее, один. 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 я уже молчу понимаете я молчу уже тут просто какая-то вакханалия происходит какая-то невообразимая а перезарядись ты там что-то еще едет а как ты так видишь какие они все глазастые через кусты да уйдите сюда ну что она достанет нет не достанет пошли не нахер для стоял тут настреливал фрагов себе красавчик о мы ж точку просрали на перезарядимся давай подорвись на меня я в этом балагане занял первое место три боя три поражения я не знаю ну наверно и сейчас данный на момент снятия видео идет какая-то черная полоса с немцами я не знаю может быть это злосчастный рп у которого не существует я теряюсь догадках но в заключении что можно сказать за отряд а 17 саперный батальон он неплохо знаете вот он неплох но в плане чего 4 инженера это классно конечно оставит точку и убили одного поставить другой точку в общем 14 и 4 урон урон кстати ситуативный вот от боя к бою он может меняться это могут быть ваншоты где-то надо три выстрела сделать по поту по вражескому чтобы его забрать или еще что-нибудь целом на третьем бери винтовка вот эта польская самозарядное чувствует себя в принципе неплохо хотя тут говорят о каком-то дульном тормозе компенсаторе но я его тут не вижу может быть вот этот пиписка вот это вот маленькая имеется ввиду я теряюсь догадках не являюсь экспертом по военному по военным всяким этим вооружениям объектам поэтому ничего сказать не могу за это принципе неплохо но надо ставить перки на отдачную вертикальную потому что здесь 97 это слишком много это прям очень много вот и приобретать к покупке я бы наверное все-таки этот отряд наверное не стал наверное наверное все таки нет я бы вам бы рекомендовал купить если он будет когда-нибудь если увидите отряд инженеров советских с арисакой вот его да но с вами был хатабыч и рубрика бесплатные обзоры ребята всего хорошего вам подписываемся на мои паблики всякие разные там вконтакте в рутубе в ютубе на твич вк плей трова вот и тому подобное всего хорошего пока пока